Акция «Скидка выходного дня 20%» на вызов бригады скорой помощи в субботу и воскресенье. Негосударственная скорая медицинская помощь клинике промышленной медицины. Круглосуточный телефон 730909. Выезжаем по Оренбургу и Оренбургскому району. Транспортировка пациентов по Оренбургской области. Телефон 730909. Информационная картина дня в программе «Наше время» в студии Александр Ефанов. Здравствуйте и смотрите в выпуске. Пикет обманутых. Дольщики не могут добиться окончания строительства зданий на пересечении 8 марта и Ленинской. Надежды никакой не осталось уже. Мы регулярно встречаемся с людьми, которые нам говорят, что недостроят. Сыграли в тайных отдыхающих. Журналисты региона проверили сервис на Оренбургских пляжах. Несмотря на то, что пляж перед началом сезона чистили и чистили капитально, многие отдыхающие по-прежнему с опаской заходят в мутные уральские воды. Ведь колючи режущих сюрпризов там по-прежнему предостаточно. И две версии на одно происшествие. Давний финансовый конфликт якобы привел к поджогу дома. Обвиняемый с таким сценарием не согласен и признается в жестком прессинге со стороны полицейских. Деньги заплатили, а офисы так и не получили. Сегодня в Оренбурге на пикет вышли инвесторы, вложившие деньги в строительство восьмиэтажного дома на перекрестке улиц 8 Марта и Ленинской. Как заявляют сами люди, это должно было быть офисное здание. В объект вложили более 100 миллионов рублей. А компания-собственник дом так и не достроила. И достроят ли вообще? О судьбе многолетнего недостроя Юрий Мишинин. Надежды никакой не осталось уже. Мы регулярно встречаемся с людьми, которые нам говорят, что недостроят. Но мало вероятно, что все будет исполнено. Эти люди вложили средства в строительство офисного здания в самом центре Оренбурга. Казалось, очень выгодное коммерческое предложение в итоге вышло инвесторам боком. Говорят, дом сначала обещали сдать в 2010-м, потом в 2014-м. Но стройка умерла. Не помогла и смена собственников. Строитель компании «Квартал». Потом была уступка прав требований универсалстроя. И сейчас владелец земельного участка ООО «Азимут». В принципе, все эти три организации аффилированы с несколькими фамилиями. Одна из них «Ярных». Причем последняя компания ООО «Азимут» и вовсе в своих документах указала неправильный юридический адрес. Так что требование предъявить по сути и некуда, и некому. После того, как был новый застройщик, было проведено две неплановых проверки, по результатам которых не было установлено местонахождение юридического лица. В соответствии с чем не было возможности привлечения к административной ответственности за нарушения, допущенные при строительстве. В данном случае отсутствие консервации на данном объекте. На недострое сейчас вот такая надпись. Ищем инвесторов. Хотят выяснить, сколько же человек пострадали. Уже удалось узнать. Средства в здание вложили 32 человека. Заплатили более 100 миллионов рублей. Нам органы ОБЭПа постоянно шлют отказы в возбуждении уголовного дела. ОВД отказывают в возбуждении уголовного дела. Если деньги-то вложены, а здание до сих пор не построено, налицо состав мошенничества. Тем не менее, его никто не признает. Если бы это был жилой дом, то людей признали обманутыми дольщиками. И на их защиту встало бы государство. Таких примеров масса. И все они с хорошим концом. Дома достроили, люди получили жилье. Здесь же инвесторы. Люди, вложившие средства в бизнес. А потому и совсем другое законодательство. Решать вопросы нужно в судебном порядке. Инвесторы выиграли в суде право на свои квадратные метры. Теперь они собственники офисов. Но кому они нужны в недострое? Их ни продать, ни обменять. Тем более сейчас, когда идет разговор о том, что у земельного участка появится новый владелец. И он может здание просто снести. Если земельный участок, собственник земли поменяется, то в принципе здание может сломаться. Потому что собственник земли распоряжается теми объектами, которые находятся на этом своем участке. Потому и вышли на пикет, потому и требуют обратить внимание властей на этот недострой. Ведь могут пострадать десятки бизнесменов. Чтобы спасти здание и свои начальные вложения, инвесторы, к слову, готовы заплатить еще. Только вот нужны четкие гарантии, что деньги пойдут именно на строительство, а не кому-либо в карман. Опять же вопрос, сколько это и целесообразно ли это. С теми людьми, которые так ведут бизнес, я считаю, что дальнейших отношений и веры им нет. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Ну а показательный пример неудачного инвестирования в Оренбурге это возведение торгового комплекса «Атриум». Подземный объект до сих пор так и не достроен. Уже долгие годы по нему идут судебные разбирательства. Удалось ли инвесторам получить обратно свои средства, так и неизвестно. В Оренбурге официально стартовал купальный сезон. На городском пляже на набережной реки Урал навели порядок и облагородили территорию. Однако люди не замечают особых изменений и уже привыкли к мусору. Насколько городской и частные пляжи пригодны для комфортного отдыха, свою проверку провел Витальй Сапожников. На Оренбургские пляжи горожане массово повалили еще до официального открытия сезона. Сегодня, даже несмотря на будний день, у кромки воды людно. Этот пятачок под мостом через Сакмару в конце проспекта Бразив-Коростелевых долгие годы считался злачным местом. Здесь облюбовали себе стоянку мойщики автомобилей, а самое главное мусор отсюда можно было вывозить самосвалами. За порядком никто особо не следил. Теперь же некогда дикий пляж, куда пришел частный инвестор, оборудован грибками, раздевалками, а самое главное очищен от хлама, что для местных отдыхающих сродни чуду. Раньше было не так хорошо, конечно. Было много мусора. Сейчас почистили все. Поставили вот прекрасные грибочки. А вот об излюбленном месте отдыха горожан пляжа на Беловке отзывы из года в год негативные. Загорать и купаться здесь рискнет далеко не каждый. Несмотря на то, что пляж перед началом сезона чистили и чистили капитально, многие отдыхающие по-прежнему с опаской заходят в мутные уральские воды. Ведь колючи режущих сюрпризов там по-прежнему предостаточно. Буквально с первых шагов натыкаемся на выброшенные бутылки из-под пива и водки. Принесли их явно не дети, но вот расплачиваться своим здоровьем чаще приходится именно малышам. Дочка прыгнула в воду, на стекло упала и ногу проткнула. Люди, не гадьте на пляжах. Боимся, конечно. Сейчас вот стекло нашли, выбросили. Хотелось бы, чтобы убирали, чистили, потому что с детьми много народу. Ну, очень много буквально было на заване. Грязная вода. Хотелось бы почище, конечно, потому что купаться хочется, отдыхать. Ну и бутылки, естественно, мусора тоже много. Порядок на пляже коммунальщики стараются поддерживать. Сю территорию буквально прочёсывают по нескольку раз в день. Но обеспечить полную безопасность они не в силах. Вы сами понимаете, что за каждой бумажкой дворника не прикрепишь. Наши, как бы, жители, горожане, которые отдыхают на пляже, они сами просто, ну, кладут мусор в определенные урны. Поэтому кидают, мусорят практически сами же под себя. А ведь это еще посреди рабочей недели, когда отдыхающих у воды сравнительно немного. Во что превратятся пляжи после первых выходных с начала сезона и скольким купальщикам придется обратиться за медицинской помощью из-за невоспитанности соседей по отдыху остается только гадать. Виталий Сапожников, Виктор Горшинев, Дмитрий Примачек. Наше время. Но однако отдых на свежем воздухе могут омрачить клещи. В Роспотребнадзоре констатируют, в этом году с укусами обратились более 1380 человек. Случаев заражения клещевым энцефалитом, к счастью, не зафиксировано. Жаркая погода то самое время, когда активность насекомых заметно возрастает. Люди цепляют клещей во время отдыха на дачах и в лесных зонах. Медики рекомендуют надевать головные уборы и не забывать тщательно обследовать кожные покровы после каждой прогулки. Ну а если все же вы обнаружили клеща на теле, рекомендуется капнуть на него маслом и отвезти на исследование. Адрес лаборатории указан на ваших экранах. Дедовщина в детском доме или подростковая фантазия? История с беглецами из приюта сегодня получила продолжение. Я напомню, накануне к нам в редакцию обратилась Оренбурженко Елена Молчанова. Женщина рассказала, что в ночь на понедельник у подъезда ее дома прямо на асфальте спали двое детей. Подростки пожаловались ей, что покинули детдом в Орске, спасаясь от издевательств старших ребят. Но чуть позже выяснилось, дети на самом деле из Солилецка и никто их не избивал. Так сколько побегов насчет у подростков и что их не устраивает в приюте. Хронология событий у Мирики Ульманова. Три часа ночи ребята сидели на асфальте, на корточках, вот в такой позе и тряслись от холода. Полусонных мальчишек Елена встретила в ночь на понедельник рядом со своим домом на проезде Знаменском. Ребята испуганные, голодные, холодные. Я их пригласила в дом, покормила, искупала, постирала им все. Елена приютила подростков и доверчиво выслушала их историю, пробирающую до слез. 12-летний Саша и Артур, так ребята представились женщине, поведали, что бежали из Орского детского дома, спасаясь от издевательств старших воспитанников. Дети рассказали такую историю, что их в детском доме бежали, в приюте. Воспитатели, которые лишены были заработной платы, по словам детей, из-за воровства, они подговаривали старших детей бить их. Пути беглецы якобы провели около полутора суток. В Оренбург добирались где-то на перекладных, но в основном пешком. Тронутая до слез женщина заботливо их уложила спать и вызвала полицейских. Представились они Александром и Артуром. Подростки, уверовав силу убеждения, пытались давить и на жалость людей в погонах. Когда сотрудник, наш инспектор, с ними занимался, стала спрашивать, а кто воспитатели, имя, отчество, а какие обои наклеены в комнате, а какие кровати, как застилены, потому что она, то есть они называли город Орск, она связывалась с сотрудниками города Орска, они поясняли, что таких детей нет, потом они пояснили, что они из Бузулука, пришлось созваниваться с сотрудниками Бузулука. Через полтора часа мальчишки раскололись, выяснилось, бежали они вообще из Сулелецка, из детского дома, вышли в воскресенье вечером, сели на маршрутную газель и уже через час были в Оренбурге. История с издевательствами оказалась тоже не больше, чем легенда. Я работаю пятый год, пятый год, и до меня, и вот во время меня, и после меня, такого фактов, таких, что вот избивают детей, ну не было. Я вам честно говорю, откровенно. Директор приюта торопится объяснить, подростки вовсе не поймальчики. Побеги, поджоги сеновалов, на счету каждого из них из десяток незаконных приключений. Дети, которые склонны к такому образу жизни, то есть вольному, не любят контроля. Приключения беглецов в итоге продолжались около суток. Вчера вечером подростков вернули в родной детский дом, где вряд ли сомневаются, что они снова сделают ноги. Мереке Ульманов, Владимир Семенов, Наше время. Но тем временем в Оренбурге сотрудники полиции опустились в погоню за подростком-нарушителем. На улице Беляевской инспекторы ДПС заметили подозрительный ВАЗ шестой модели и подали сигнал водителю тот проигнорировал требования, свернул во дворы домов и хотел скрыться. Полицейские начали преследование гонщика, который вскоре выехал на Беляевское шоссе и продолжил движение на большой скорости по встречке. В итоге сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по колесам и только после этого автомобиль был остановлен. За рулем ВАЗа находился подросток 16 лет и, как удалось выяснить, за пару часов до этого он угнал машину, но далеко уехать ему так и не удалось. Трагедия в Новосергиевском районе. На трассе Малаховка-Кувай-Мрясово произошла автоавария. Как выяснили полицейские, хозяин ВАЗа не справился с управлением. Машину занесло и она перевернулась на проезжей части. От полученных травм автолюбитель скончался на месте. Как сосед пошел на соседа с коктейлем Молотова. По версии полицейских, в Кузнечном местный житель едва не спалил соседский дом. Причина конфликта якобы давний долг. Посреди ночи мужчина отправился к дому недоброжелателя, захватив с собой зажигательную смесь. Но, впрочем, у подозреваемого иная версия на произошедшее. Пролить свет на историю попыталась Ольга Патрушева. По версии следствия, громить дом соседей Андрей Денисов отправился пол первого ночи с коктейлем Молотова в руках, который смастерил из пластиковой бутылки и бензина. Эту зажигательную смесь к Волобуевому он отправил через открытое окно. В это время вся семья там мирно спала. Не спала, как оказалось, дочь Волобуевых. С ее слов за несколько минут до случившегося она увидела Денисова в кустах возле дома. Побежала рассказывать матери. В этот момент, видимо, и произошел поджог. Как нам удалось выяснить, пострадала котельная. Огонь успели вовремя пресечь. Значительная часть уже имущества именно в ту комнату, которую он успел бросить, уже сгорела. Возбуждено уголовное дело по статье 167 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. За это обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы. Мотив поджога Волобуева должны Денисову 60 тысяч рублей, но уже второй год не отдают. Вот и решил мужчина по словам оперативников разобраться с должниками. Только сам обвиняемый с этой версией не согласен. Соседу в долг давал, а коктейль Молотова в окно не кидал. Такие кардинальные меры вы не... Они пусть милиция ждет свою экспертизу, но экспертиза ничего не покажет, если я там не был. Вы поймите. С его слов, это провокация и хорошо разыгранный спектакль, уверяет соседей. Волобуева подставляет не первый раз. В прошлом наговорили, что их дом якобы закидали камнями. В этот вот покруче жилье подожгли. Андрей уверен в своей невиновности и надеется, его скоро оправдают. Но события этой ночи он еще долго не сможет забыть. Следы от задержания до сих пор на теле. Потом они вдвоем вон туда меня кидают вместе с дверью собаку газом, она убежала. И там пинают, вон там. Лицо уже прошло. А это примерно вот так вот выглядит. Дальше не буду снимать. Здесь тоже есть. Синяки тоже. А вот рука у вас правая. Это тоже после этого? Здесь была вот такая дематома, я думал, сломали все. Она и сейчас до конца не разгибается. Но самое удивительное, кроме самих Волобуевых и Денисовых о событиях этой ночи почти никто не знает. А вот потерпевшие с нами говорить отказались. Предпочли спрятаться за забором. Валентин, пару слов скажите нам. Ольга Патруша, Владимир Семенов. Наше время. Цены на продукты пошли вниз. Как показывает статистика, причиной тому стало резкое снижение покупательской активности горожан. Но однако на фоне кризиса отдельные магазины не готовы умерить свои аппетиты. Поймать за руку жадных до денег коммерсантов решил Иван Бер. На некоторых информационных сайтах Оренбурга появилась информация о снижении стоимости большинства социально значимых продуктов как в сетевых так и в частных продуктовых магазинах. Прилагается даже таблица сравнения цен. Чтобы узнать, что по этому поводу думают сами оренбуржцы, мы решили спросить их лично и ответы были неоднозначны. По словам представителя городской прокуратуры, к ним нередко приходят письма с жалобами на необоснованно скачущие цены в отдельных магазинах. Задирать цены на товары первой необходимости, такие как молоко, хлеб, кефир, подсолнечное масло и другие, продавцы и товаропроизводители не имеют права и прокуратура за этим тщательно следит. Периодически прокуратура в том числе центрального района проводит проверки в магазинах как сетевых магазинах, так и в магазинах шаговой доступности. В этом году уже проводится вторая проверка и по мере необходимости, то есть, если будут поступать обращения от граждан либо по поручению высшестоящих прокуратур, также будут проводиться такие проверки и в дальнейшем. Чтобы выявить нарушителей, наша съемочная группа совместно с помощником прокурора центрального района Ксенией Яковлевой отправилась в рейд и после двухчасового тщательного осмотра продуктов, цен и накладных серьезных нарушений не обнаружила. Но тем не менее, отдельные факты завышения цены есть. В магазине «Удача» в ходе сегодняшней проверки выявлены нарушения спонодательства о защите прав потребителей, в частности, по оформлению ценников. По вопросу установления надбавок запрошены товарные накладные, по результатам которых мы проанализируем цены, по которым они поступили, по которым сегодня они отпускались продавцам и сделали выводы о наличии либо отсутствии какого-либо правонарушения. К сожалению, прокуратура не вправе скрывать цены, она может только рекомендовать их. Получается, что рычагов воздействия на аппетиты продавцов и товаропроизводителей на сегодняшний день нет, и они вправе продавать продукты по любой цене. Впрочем, при отсутствии пищевой монополии ситуацию может спасти рыночная конкуренция. Иван Вер, Константин Воробьев теперь кадровые перемены минус один. Комитет по физкультуре и спорту администрации Оренбурга лишился председателя. Олег Санков написал заявление на увольнение. Как сообщается на сайте Ориндей, увольнение предваряло проверка, которая выявила конфликт интересов. По всей видимости, Олег Санков не стал дожидаться, когда его уволят, и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в городской администрации, сообщив, что с Танковым контракт уже расторгнут. К другим темам. Накануне в Оренбурге отметили Международный День защиты детей. Депутаты, представители общественных организаций пришли в обычные городские дворы, где ребятам устроили настоящий праздник. Друзья, друзья, друзья! Фокусники, пираты и, конечно, зажигательная музыка и танцы. Такого во дворике на улице Карагантинской, 98, не видели уже давно. Маленьких оренбуржцев в этот день поздравляли представители городского совета и общественные организации «Порядок». Я родился в этом районе, я живу и вырос в этом районе, это родной для меня район, ну и тем более в этот замечательный, действительно светлый праздник, который символизирует защиту семейных ценностей, сами семейные ценности. Это действительно очень важный праздник для нас, для всех. В сегодняшний день защиты детей, конечно, желание как можно больше сделать для того, чтобы наши дети были и были лучшими, и имели все лучшее. Алексей Горохов представлял не только правозащитную организацию «Порядок», но и исполком местного отделения партии «Единая Россия» в Центральном районе. Нет ничего приятнее видеть детские улыбки, слышать детский смех. Дай Бог, чтобы у нас всегда получалось и дай Бог будет получаться обеспечивать детям достойное будущее. Я всех поздравляю еще раз с этим замечательным праздником. А это уже детская площадка на проспекте Гагарина, 25. На пару часов она превратилась в импровизированную сцену. Региональная общественная организация «Офицеры России» поздравила горожан с праздником. Ее руководитель Алексей Чистяков заверил, они готовы защищать право детей. Мы знаем, что день защиты детей это день защиты прав детей. То есть общественная организация «Офицеры России» в том числе выступает за порядок, за защиту прав, в том числе у нас есть такое направление, как безвозмездная правовая защита. Поэтому мы выступаем и как на праздники, и как, соответственно, защиты прав детей. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что на сегодняшний момент их права нарушаются и в семье, и в школе, и на улице, и где бы то ни было. А наша организация это порядок везде в голове, в доме, в семье, на улице, в микрорайоне. Сегодняшний день это не просто праздник с какими-то мероприятиями, с воздушными шариками, с фейерверками, с подарками, с какими-то сладостями, а это еще большая серьезная работа. Это повод напомнить нашему обществу о том, что нам необходимо соблюдать и защищать права детей. Новому цирку в Оренбурге быть. Уже в этом году начинаются работы по его возведению. Окончательно определились и с земельным участком. Новый цирк построят в степном поселке в районе Солмышской. Вообще, о грандиозной стройке говорят уже не первый год, но до сих пор проект оставался на бумаге. Однако, теперь всерьез пообещали выделить деньги. Как считают сами артисты, это настоящий подарок к юбилею Оренбургского цирка, который, кстати, отметил 80-летие. О буднях цирка из Аркачей Екатерины Волковой. Вот, пожалуйста. Видите, уже посадили даже сюда, на этот участок земли. По проекту новый цирк должен разместиться в 15-м Бенни-микрорайоне между улицами Автомобильной, Солмышской и проездом Северной. Как будет выглядеть храм акробатов и клоунов, уже не секрет. Его оренбургцам демонстрировали много раз, но задуманное так и оставалось на бумаге. Этот год, обещает директор цирка, будет переломным. Рыть котлован под здание все-таки начнут. Но и со старым расставаться не намерены. Это насиженное место, мы с ним не прощаемся, оно как останется. Но здесь у нас нет возможности даже машины поставить люди, чтобы приехали. Понимаете? А там будут и автостоянки нормальные, там будут и кафе нормальные, детские кафе. Я говорю, еще небольшой зоопарк будет. На проект запланирован один миллиард рублей. Их обещал федеральный центр, поможет и область. По задумке авторов, новый цирк должен стать одним из самых современных в стране. Ранее о такой помощи артисты даже думать не могли. Когда-то цирковое искусство считали уличным балаганом. Согласно историческим документам, первые цирковые трупы в Оренбурге выступали еще в начале 19 века. Тогда в городе проводилось много ярмарок. Вырастали балаганы, в которые зазывалы приглашали зрителей посмотреть выступления акробатов, жонглеров, фокусников и клоунов. Цирковое искусство особо почиталось жителями города. Они всегда гостеприимно встречали приезжих артистов. Несмотря на некоторые трудности, любовь к цирку оренбуржцев не остыла. Хотя артистам нередко приходится придумывать нечто такое, чтобы привлечь даже искушенных маленьких зрителей. И порой не только спецэффектами. Это знаменитый Дон. Наш. Да, Дончик? С характером парень. Очень с таким строптивым характером. Животное из далеких стран – изюминка цирка. Хотя содержать иностранцев непросто, признается директор. Приходится тесниться. Да, браво! Браво лошадка. Полосатая. Но Евгений Терещенко надеется на скорый переезд и даже готовит прощальную программу со старым цирком, которая не оставит равнодушных никого. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачик. Наше время. К новостям спорта. Золото и бронза. В Ульяновске завершилось молодежное первенство профсоюзов России по боксу. На рынок выходили боксеры не старше 22 лет. Всего в турнире принимали участие более 70 спортсменов. Две медали по итогам соревнований отправились в Бузулук. Золото весовой категории до 52 килограммов завоевал Аркадий Тамразян. Его земляк Андрей Бирюков показал третий результат весовой категории до 81 килограмма. Ну а другие новости спорта как всегда знает Сергей Тыщенко. Что такое суперстрой? Это выгодные и универсальные решения для строительства и ремонта. Металлопрокат для предприятий. Цемент и кирпич для дома. Сухие смеси и гипсокартон для квартиры. Пиломатериал, крепеж и краски для дачи. Телефон Единой справочной 66-45-45. Новости спорта на телеканале Регион. Здравствуйте. Газовики и нефтяники вновь сойдутся в очном противостоянии. В эту субботу пройдут очередные календарные матчи группового раунда Кубка МФС при Волжье. В квартете Г в рамках четвертого тура состоится второе в этом сезоне областное дерби. 6 июня в Оренбурге сыграют местный Газовик 2 и Багурусланский нефтяник. Напомним, в первом матче команд, который прошел что в турнирной таблице группы Г команда занимает сейчас диаметрально противоположные позиции. Оренбургские дублеры с семью баллами делят первое и второе места с самарской молодежкой. Нефтяники пока замыкают турнирную таблицу. Очков в розыгрыше Кубка МФС при Волжье бугорсланцы пока не набрали. Чтобы помнили, в Оренбурге прошел турнир по свободной пирамиде в памяти легендарного тренера Константина Павловича Крюкова. В соревнованиях принимали участие Меховов, Константин и Ксении Крюковы. Будущий победитель турнира Константин Крюков на предварительном этапе проиграл титулованному двоюродному брату Павлу Меховову 2-5, но вышел в четвертьфинал по нижней сетке. В полуфинале Константин взял реванш у Павла, переиграв заслуженного мастера спорта со счетом 6-3. В другом матче за выход в финал Дмитрий взял верх над Айвазяном 6-4. Финальный матч неожиданно закончился в сухую. И пока это все новости спорта. До встречи. Ну и вот такие новости. Будьте с нами, живите в наше время. До встречи. Акция скидка выходного дня 20% на вызов бригады скорой помощи в субботу и воскресенье. Негосударственная скорая медицинская помощь клиники промышленной медицины. Круглосуточный телефон 73 0909. Выезжаем по Оренбургу и Оренбургскому району. Транспортировка пациентов по Оренбургской области. Телефон 73 0909. Телефон 82 0909. Телефон 84 0909. Телефон 84 0909. Редактор субтитров А.Семкин